Первоуральцам рассказали о судьбе предков погибшего в годы Великой Отечественной. Вручение документов состоялось в приемной общественной организации «Наследники Победы. Дети войны». Сергей Гроздов информацию о судьбе воевавшего деда самостоятельно искал много лет, но безрезультатно. Оказалось, в записях, датированных 1945 годом, была ошибка в одной букве фамилия родственника. Вместо Гроздов его записали как Дроздов. Большое спасибо вам за ту работу, которую вы делаете. Я знаю сам по себе, насколько это нелегкий труд. Деда я искал 12 лет. Общественникам удалось установить. Ефрейтор Федор Федорович Гроздов погиб 8 апреля 1944 года. Был ранен и умер в госпитале. Захоронен в Украинской ССР в городе Луцке, в братской могиле. Теперь об этом Гроздовы расскажут детям и внуку. Погибших мы должны чтить, помнить о них. Если бы не они, то чтобы было со стороны. На поиски информации по запросу супругов Гроздовых у общественной организации «Наследники Победы. Дети войны» ушло меньше двух недель. Восстановить историческую справедливость здесь помогли сотням первоуральцев. Сегодня прошлое о своих предков узнали еще пять семей. Момент торжественный и для горожан, и для общественников. Савин Николай Иванович, главный гвардии младший сержант, захоронен, был убит 16 апреля 1944 года. Найти места захоронения павших в боях родственников решила и депутат городской думы Светлана Титова. Сегодня она в роли помощника выдает присутствующим документы. В нашей семье и с моей стороны есть воевавшие, и со стороны моего мужа есть погибшие. Поэтому сейчас Алифтина Анатольевна приняла мои заявки, и мне очень хочется также найти места захоронений. В поиске захоронений работа кропотливая, говорит руководитель организации Алифтина Нарваткина. Работают исключительно с официальными источниками, предоставленными Министерством обороны. В настоящий момент в разработке у общественников порядка ста заявок. Татьяна Уварова, Михаил Пиранков, Служба народных новостей.